В этом видео речь пойдет про экзамен IELTS. Если вы планируете сдавать какие-либо экзамены по английскому языку, то определенно рекомендую вам посмотреть это видео полностью, потому что IELTS это эталонный экзамен на знание английского языка. В этом видео я расскажу о видах экзамена IELTS, о структуре экзамена, о системе оценки экзамена IELTS и о основных вопросах, которые задают себе все, кто планирует сдавать данный тест. Я лично сдавал экзамен дважды, первый раз для поступления в британский колледж и повторно, когда поступал в университет в Лондоне. IELTS переводится как International English Language Testing System. Это общепринятая мировая система, разработанная Кембриджским университетом для оценки уровня английского языка. Если вы планируете знать язык на серьезном уровне, то именно IELTS это тот экзамен, который необходимо сдавать, потому что учебные заведения и работодатели по всему миру принимают данный экзамен для оценки вашего уровня. Какие основные виды экзамена IELTS существуют? Мы поговорим с вами о четырех типах. IELTS General, IELTS Academic, IELTS Life Skills и IELTS UKVI. Это именно те типы, которые нам необходимо знать. Какой же все-таки выбрать? Какой необходим именно вам? Если вы планируете сдавать экзамен IELTS, лучше сразу же, заранее уточнить у той организации, для которой вы собираетесь его сдавать, какой тип все-таки вам нужен. IELTS Academic. Само слово Academic обозначает академический тип, который необходимо сдавать для поступления в зарубежный вуз. IELTS General. Общий экзамен на знание английского языка. Его сдают для зарубежных школ, трудоустройства и для иммиграции. IELTS Life Skills – это такой частичный экзамен. IELTS, он неполный. И здесь вам необходимо продемонстрировать свои жизненно необходимые навыки. То есть, Listening и Speaking – это восприятие на слух и разговорную речь. Ну и, наконец, IELTS UKVI – United Kingdom Visa Immigration. То есть, это экзамен, который сдается для получения британской визы для временного или постоянного пребывания на территории Великобритании. Если вы планируете учиться в вузе Великобритании, то вам обязательно потребуется сдавать IELTS UKVI. В нашей команде есть преподаватели, которые занимаются подготовкой к сдаче экзамена IELTS. И если вам необходимо подготовиться к данному экзамену, то я ставлю линк в описании к данному видео, и вы сможете пройти по линку и написать нам, если вам необходима помощь. Я ставлю линк на курсы за границей, курсы, на которых вы сможете подготовиться к сдаче экзамена IELTS. Потому что это очень популярно среди студентов ехать за границу и в сжатые сроки делать интенсивные курсы по подготовке к данному экзамену. И, кстати, как часто можно сдавать экзамен IELTS в течение одного года? На этот вопрос мы ответим позже. Структура теста. IELTS состоит из четырех разделов. Это Listening, Reading, Writing и Speaking. То есть прослушивание, чтение, письмо, разговорная речь. Listening длится 40 минут. 30 минут слушается запись и 10 минут вам дается на то, чтобы записать ответы в вопросный лист. Что вы можете услышать во время аудирования? Как правило, это диалоги людей на бытовую тему и монологи на какую-то заданную тему. Далее, Reading или чтение. Этот раздел длится 60 минут, в течение которого вам необходимо прочитать три текста, как правило, разной сложности, после которых ответить на вопросы. Следующий раздел это Writing или письмо. Здесь также вам дается 60 минут и у вас будет два задания. Первое задание. Вам необходимо уложиться в 150 слов и описать диаграмму или таблицу. Во второй части этого же задания вам необходимо будет написать короткое письмо. И во втором задании, так, вам необходимо написать эссе на выбранную тему общим объемом 250 слов. Разделы Reading и Writing могут отличаться в зависимости от того, какой тип экзамена, General или Academic, вы выбрали. Ну, здесь, в принципе, очевидно, потому что для вуза необходимо одно, для работы, школы или миграции необходимо другое. Вся продолжительность экзамена 2 часа и 45 минут. В следующей последовательности. Listening, Reading и Writing. А Speaking, как правило, сдается в другой день, в течение следующей недели. После того, как вы сдали экзамен, вам будет выдан сертификат с вашим уровнем. Данный сертификат действует в течение двух лет. Система оценки. Вам необходимо знать, что в мире существует общая система оценки знания языков. Ее аббревиатура CEFR. CEPHR или Common European Framework of Reference for Languages. И в ней есть 6 уровней. A1-A2, B1-B2 и C1-C2. Вы, возможно, слышали подобные сокращения, но не понимали, да, что эти буковки, циферки значат. Так вот, экзамен IELTS можно сдавать всем желающим с уровнем не ниже B1. В самом же IELTS 9-бальная система оценки от 1 до 9 с шагом в 0,5 балла. То есть, у вас может быть не просто 5 баллов, да, а 5.5. Ну, по сути, это как 4 с плюсом в нашей системе или 5 с плюсом. Если вы сдали IELTS на 1, 2 или 3 балла, то, по сути, уровень английского у вас никакой. Но я, честно говоря, в своей практике не встречал никого, кто сдавал на эти баллы. Если вы сдали на 4 балла, то это говорит о том, что вы можете понимать стандартные какие-то ситуации. 5 баллов показывает, что вы умеренно владеете английским языком. Вы, в общем, понимаете разные ситуации, но допускаете большое количество ошибок. 6 баллов говорит о том, что вы достаточно компетентный пользователь. Можете общаться в стандартных ситуациях, но все-таки допускаете ошибки. 7 баллов – хорошее владение языком. В Великобритании вузы принимают ваши экзамены от 6,5 баллов. То есть, 6,5 достаточно для поступления в британский вуз. Не каждый, но многие. 8 баллов – это очень хорошее понимание. То есть, по сути, вы уже говорите как преподаватель английского языка, понимаете все ситуации, аргументируете свои позиции. 9 баллов – это полное понимание английского языка. По факту, это носитель. Итак, какие самые часто задаваемые вопросы касательно экзамена IELTS? Вопрос номер 1. Сколько же стоит сдать экзамен IELTS? Цена зависит от типа. Если вы сдаете General или Academic, то вам придется заплатить стоимость на момент записи этого видео. 225 долларов. Если вы планируете сдавать IELTS LifeSkills, это ограниченный, да, как я уже сказал, то вы заплатите 189 долларов. И если вы хотите сдавать IELTS UKVI, то вам необходимо будет заплатить 305 долларов. Еще раз, эти цены актуальны на момент записи данного видео. Второй по популярности вопрос – это сколько раз в год можно сдавать экзамен? По сути, сдавать вы его можете сколько угодно раз, столько необходимо будет платить. Сдавайте его хоть каждую неделю. Третий по популярности вопрос – сколько необходимо времени для того, чтобы подготовиться к экзамену IELTS? Время подготовки зависит от вашего уровня. Может вам понадобиться месяц или два, кому-то может потребоваться год, два и три. Следующий вопрос касается письменной части. Это повлияет ли на мой балл, если я напишу меньше слов или напишу больше слов? Есть четко определенное количество слов. В первой части это 150, во второй части это 250. Если вы не дописываете, то вы потеряете баллы. Если вы напишите больше, так же это не повлияет на более хорошую оценку. Самое важное, чтобы в письменной части вы раскрыли тему, использовали логическую цепочку и качественную точную лексику. Следующий вопрос – какой английский, британский английский или американский английский использовать при сдаче экзамена IELTS? Не надо акцентировать внимание на американском или британском английском. Сконцентрируйтесь лучше на четкости, грамматической правильности и полноценной лексике и словаре при разговоре или письме. Если, скажем, вы недовольны какой-то из частей экзамена, можно ли пересдать именно эту часть? Ответ – нет, нельзя. Вам придется пересдавать экзамен полностью и все части в целом. Еще один интересный вопрос – влияет ли почерк на оценку финальную? Экзаменатор не будет оценивать ваш почерк, но если вы напишите неразборчиво, то уж извиняйте. Если экзаменатор не поймет то, что вы написали, то оценка будет ниже. Где сдается экзамен IELTS? IELTS сдается в сертифицированных центрах. И линк именно на сертифицированные центры я прикреплю в описании к данному видео. В течение скольки дней я получу свои результаты экзаменов? Результаты экзаменов появляются в течение двух недель. Если вы сдаете IELTS LifeSkills, то вы получите результаты в течение 7 дней. Первично вы можете посмотреть свои результаты на сайте центра и потом вы можете получить официальный сертификат. Либо лично в центре, либо он будет выслан вам по адресу. На электронную почту результаты не высылаются. Как часто проводится IELTS в разных центрах по всему миру. Даты проведения экзамена можно посмотреть на официальном сайте. К примеру, в Москве экзамен можно сдать около 30 раз в год. Могу ли я сдать IELTS, если мне 14 лет? Нет, не можете. Экзамен IELTS сдается с 16 лет. И, наконец, вообще зачем мне или вам необходим курс по подготовке к экзамену IELTS? Может, вы и так отлично знаете английский язык? Даже англичанин или американец может сдать IELTS на достаточно низкий балл. Потому что просто будет не готов и не знать специфику. В том же разделе reading или чтение объем текста очень большой. И физически вы можете просто элементарно не успеть дочитать все до конца. Также очень важно понимать, как работать с заданиями. Как структурировать задания. Что делать сначала, что в конце. Проходить какие-то пробные экзамены. Обо всем этом можно узнать и подготовиться. Либо на наших курсах подготовки, либо с нашими преподавателями. Наша компания работает с учебными заведениями по всему миру. Со школами, колледжами и университетами. И познакомиться с ними вы можете у нас на сайте 3wsmaps.ru. И мы лично общаемся с директорами приемных комиссий учебных заведений за границей. К нам регулярно приезжают представители зарубежных учебных заведений. О том, как сдавать экзамены. О том, как поступать. Какие требования. В зарубежные учебные заведения. И в ближайшее время мы планируем запустить наш курс по подготовке к экзамену IELTS. Именно основанный на опыте общения и работы с зарубежными учебными заведениями. И с представителями зарубежных учебных заведений. Если вам интересно не просто учить английский язык, а если вы хотите целенаправленно готовиться, издавать какие-либо экзамены на английском языке, то обязательно подписывайтесь на наш канал. Пишите комментарии, что вы хотите знать про экзамены английского языка. Какие необходимы в разных странах мира. И мы у себя на канале будем анонсировать наши новые выпуски по подготовке к международным экзаменам. Не забывайте подписываться на наш канал. Кнопочка здесь ниже. И поделитесь своим другом или подругой, кто учит английский язык данным видео. Потому что я уверен, что им будет полезно. Все, до скорых встреч. И не забывайте следить за нами. Редактор субтитров А.Семкин